Всем привет! Вы на канале POP-MUSIC, меня зовут Настя, и сегодня у нас на обзоре две миди-клавиатуры от компании Donor Music. Это клавиатура N32 и N25. Что касается функционала, на этих миди-клавиатурах он не такой широкий, как на клавиатуре N49. Однако здесь есть все необходимые функции. На клавиатуре N32 это ручка громкости и темпа, функция транспонирования, функция изменения октав, функция аккорда и секвенсор, а также джойстик, который позволяет менять питч. На миди-клавиатуре N25 представлены функции октавы, транспонирования, сустейна и также джойстик, который изменяет питч. Клавиши сами по себе довольно шумные, поэтому даже если вы пишете музыку в наушниках, об этом узнают все, кто находятся рядом с вами. Но при этом на этих клавишах очень удобно писать биты. А теперь проверим чувствительность клавиш. Для переключения между октавами на клавиатуре N32 мы нажимаем кнопки минус и плюс. А для переключения на клавиатуре N25 мы нажимаем кнопку октава и джойстиком двигаем влево и вправо. Тем самым у нас меняются октавы. На клавиатуре N32 представлена функция аккорд, с помощью которой мы можем нажимать ноту и воспроизводить любой аккорд. А ещё здесь представлена функция секвенсор. А теперь запишем небольшой музыкальный отрывок. Далее запишем бас. А теперь с помощью функции секвенсора запишем электропиано. А теперь поиграем под записанный отрывок. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Подведём итоги. Миди-клавиатуры Donor Music N32 и N25 очень просты в использовании. Они суперлёгкие, их можно взять с собой в дорогу, в путешествие, куда угодно. Они легко подключаются к компьютеру и мобильным устройствам без каких-либо драйверов. Соответственно, вы можете достать клавиатуру из коробки, подключить и сразу писать музыку. И на этом мы с вами прощаемся. Это был канал PopMusic. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Настя. Всем пока! А для переключения между октавами на миди-клавиатуре N25 мы нажимаем кнопку «Октава» и с помощью джойстика влево-вправо… Сначала скажу фразу.